В Министерстве образования подвели итоги уходящего учебного года и определили задачи на будущее. Центральным вопросом повестки дня была подготовка к проведению единого государственного экзамена. Заседание коллеги прошло в Малом зале правительства республики. Али Баташев подробнее. Основной вектор развития системы образования было и остается повышение качества и доступности всей системы образования в нашей республике. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов отметил, что по инициативе главы республики для решения этих задач разработана региональная программа по повышению качества и доступности образования. Она включает модернизацию и реконструкцию строительства новых объектов в системе образования. За период реализации государственных программ, национальных проектов в республике отреконструировано и построено 73 дошкольных образовательных организаций. В этом году мы приступим в рамках нашей региональной программы и по поручению главы мы выделили более 200 миллионов рублей на проведение капитального ремонта детских садов. Это в каждом муниципальном образовании. С 2023 года в республике идет строительство пяти школ. Такого объема строительства в республике еще не было, отметил Мурат Аргунов. В селе Учкикин на 960 мест мы школу открываем уже в этом году. Это четыре школы, которые мы также завершаем в этом году. Это Адрихабольская школа, Хабейская школа, школа в Кардонике и в городе Черкесске. Среди задач, которые предстоит решить ведомству, кадровое обеспечение системы образования, перенагруженность учителей отчетностью, повышение роли родительского сообщества. Важной задачей на ближайшее время является проведение ЕГЭ. Оно начнется с 23 мая, отметила министр образования и науки Инна Кравченко. В этом году его будут сдавать 1888 человек. Во всех аудиториях будет работать видеонаблюдение и система средств подавления связи. А все сданные работы будут проверяться представителями другого субъекта Российской Федерации. Основная наша задача с вами это провести ЕГЭ объективно и, конечно, создать комфортные условия для всех наших ребят, равные условия, которые будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Поэтому прошу руководителей муниципальных органов управления образования довести эту информацию до выпускников и родителей. Также в ходе коллегии с докладами о подготовке и принятых мерах к проведению государственной итоговой аттестации выступили представители заинтересованных министерств и ведомств Карачаева-Черкесии. Состоялось награждение самых достойных грамотами и благодарственными письмами от главы республики. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия.